Правда, вероятно, она может прерваться, когда будет подключена другая организатор. Ну ладно, это совершенно нормально. Технические подробности. Здравствуйте. Молодой человек, который не разговаривал. Здравствуйте. Я думала, нас видно, не видно. Вас слышно, не видно. А, не видно? Сейчас я попробую. Оль, ну пока жду ты, я спрошу. Напомню, когда вы приехали, он был говорящим или нет? Нет, он не говорил. Глеб не говорил. Ему 4 года было, он не говорил. Сейчас, по-моему, более чем говорит. Ну да, он уже в школу пойдет сейчас, в сентябре. Да, в обычной. Да, в обычной. Так, значит, нас присоединилось 30 участников. Я постепенно буду присоединять людей, которые будут дополняться. Я думаю, что можно начать уже сейчас. Я всем закрою пока микрофоны. Хорошо? Хорошо. Добрый день. И спасибо большое, прежде всего, всем, кто присоединился сегодня, кто проявил интерес к нашей конференции. Вот, хотелось бы сказать, что сегодня на конференции присутствует компания медицинского туризма Израиля, которые находятся в основном в Тель-Авиве, заинтересованы в предоставлении услуг для своих пациентов, которые ищут альтернативные методы лечения, диагностики для своих пациентов. И также очень много родителей, которые и проходят, и проходят также лечение в БРДАВИД. И также, и также, сейчас одну секундочку, также новые родители, которые хотят тоже найти какие-то альтернативные методы лечения для своих детей и также развития. Вот, сейчас одну секундочку, я подключаю также людей. Вот, первое слово я хотела бы предоставить председателю ассоциации медицинского туризма Марту Кацанельсону, который сам непосредственно был в медицинском центре, проходил, ну, тоже диагностику, вот, и он хотел бы поделиться тоже своим мнением об этом центре. Марк, я предоставляю тебе слово. Сейчас, одну секундочку. Здравствуйте всем. Открыть, да-да-да. Приветствую всех. Я рад видеть, что у нас здесь много участников. Я уверен, что все те, кто связан с лечением аутизма детей и непосредственно родителей, которые здесь присутствуют, то им почерпают много интересной и, наверное, тех, кто впервые это слышит, необычной для себя информации. Когда я впервые узнал о центре «Давид Берр», как бы думал, что это что-то одно медицинское учреждение, классическое, к которому привыкли в Израиле, так как мы, в основном, наша деятельность связана с кондициональной медициной. Но когда приехали туда, когда познакомились с Давидом, с Юсефом, с доктором Рима и с другими специалистами, увидели всю атмосферу, поняли, что это несколько действует по-другому. Я уверен, что вы сейчас услышите какие-то, скажем, объяснения от специалистов, которые вы не готовы слышать, может быть, не ожидаете услышать. И, может быть, даже в начале они вам будут не совсем убедительны. Но самое поразительное, вы знаете, это когда… Самое лучшее доказательство – это то, что можно поговорить с людьми, увидеть деток, с родителями и понять, какие результаты и какой эффект вот от этого лечения происходит. И я был несколько раз в этом центре. Я вам могу сказать, что когда мне родители говорят, мой ребенок не разговаривал, или мой ребенок все время кричал орал, или когда мы только позвонили, поговорили с телефоном, говорим по телефону с Давидом, и моя ребенок, моя дочка находится здесь, Давид в Иерусалиме, а мы в Германии, и ребенок вдруг становится более спокойным. И никогда такого не было. И когда это один за другим случай, это разные родители с разных стран, которые приезжают, и говоришь, вау, есть в этом феномен, есть что-то, что работает, есть что-то, что помогает людям. И когда есть пациенты, которые приходят туда годами, и когда родители говорят, вот у нас был ребенок, который не слышал, не разговаривал, не останавливал взгляд, кричал, истерики, и сейчас он идет в школу, ты говоришь, вау, это чудо, медицинское чудо, просто чудо человечества и возможностей. Поэтому я уверен, что вам очень стоит послушать. Если у вас останутся какие-то сомнения, съездите, посмотрите, с Давидом поговорите, и вам дополнительно все расскажут. И если нет возможности просто приехать, те, кто не находится в Израиле. Но я вам могу сказать, что очень интересный, необычный подход. И слушая родителей, мы понимаем, что да, есть очень хороший результат. Поэтому и плюс хорошие люди, хорошие, приятные люди, цель которых помогать тем, кто к ним обращается. Поэтому я даю слово Виолетте, нашему модератору, и желаю всем удачи и успешного прослушивания и тем, кому необходимо успешного лечения. Я, в свою очередь, передаю слово специалистам и основателям Центра БРДАВИД. Это Давиду. Давид, сейчас одну минуточку. Вы здесь? Да, я вижу, подключились. Давид, вам слово, так как вы являетесь главным звеном во всей этой цепочке. И расскажите, пожалуйста, о том, как организовывался этот Центр, как вы пришли к этому, чтобы организовать этот Центр, ну и, конечно, о специалистах, которые там работают. Меня слышно и видно. Добрый день, дорогие друзья. Разрешите представиться. Меня зовут Давид. Давид Эйхин. У меня передо мной стоит достаточно сложная задача в трех словах рассказать очень многое. Я постараюсь как-то наиболее информативно произнести то, что нужно. Значит, кто такие мы? Мы компания, то есть не частный бизнес, мы компания, которая практически является объединением достаточно большого количества людей из разных стран, объединенных общей целью. Это сделать жизнь лучше, назовем это так. В настоящее время в нашей команде многонациональные и люди, которые принимают участие, живут в разных странах. Находится порядка более 30 человек, живущих в самых разных странах мира. И практически, когда говорится о центре Бердавита, это говорится о некой большой достаточно группе людей, энтузиастов, специалистов своего дела и, собственно, любящих людей и детей. Практически. То есть мы не только центр Бердавита, скажем так, оздоровительный, диагностический, оздоровительный и развивающий центр, но мы также еще и Международный методический центр по разработке и внедрению методик для оздоровления и развития особых детей и подростков. Сейчас это уже отдельная организация, который возглавляет очень интересный человек, который хорошо известен в системе просвещения Израиля, Милу Спивак. И также мы еще как бы открыли дочернюю кампанию к Международному методическому центру в Одессе. И эти два последних проекта, они сейчас в силу происходящего в мире, они не действуют активно. Мне достаточно сложно говорить о том, каковы результаты, а это самое главное, результаты того, что мы делаем, потому что я прекрасно понимаю, что любой здравомыслящий человек, вот что-то понимающий во здравоохранении, понимает, что то, что мы скажем, оно выглядит как минимум несколько подозрительно, и вот такого не может быть ни в какой стране мира, ни при каких условиях. К нам обращаются люди, приезжающие с самых разных уголков планеты, там порядка 30 стран мира у нас сейчас, и 30 стран мира есть подопечные, приезжают, скажем так, за чудом. То, что происходит здесь, мы можем формально определить так, происходит диагностика, терапия и развитие. Немножко поясню. Диагностика – это определение причины отклонения в развитии. Это то, что мы делаем основывается на том факте, что причиной всех отклонений в развитии являются органические поражения. центральной нейросистемы, головной мозга и так далее, разных других органов систем. То есть то, что мы делаем – это, первое, это диагностика, это определение действительной причины, терапия, ну и по-другому, простого говоря, лечения, с помощью методов альтернативной медицины, условно говоря, неинвазивных, без использования каких-то аппаратов, каких-то препаратов, не дающих каких-то побочных эффектов, что тоже очень важно. И дающий, самое главное, стабильный результат. То есть результат, который достигается, в большинстве случаев он не только не теряется со временем, а он не только сохраняется, но результат этого улучшается без всякой какой-то связи с нами. Таких примеров у нас очень много. Люди, которые желают проверить это, насколько это действительно, пожалуйста, мы предоставим себе информацию и возможность поговорить, пообщаться с этими людьми, людьми самых разных стран мира, которые на поддержании последних лет к нам приезжают. Что значит последних лет? Мы занимаемся этим не первый год, больше десяти лет. Мы с Юсефой как бы единственные люди в нашем большом дружном коллективе, как бы не имеющие формального, конвенционального медицинского образования. Все остальные сотрудники, даже включая нашего водителя-экскурсовода, профессиональные врачи, работающие в израильской системе дураконения, в том числе, например, в больничной кассе Макаби. Методы, которые используются как инструменты, они достаточно тоже известны. Это и там крайне сакральная терапия, биоэнергетика разных видов, разные массажные техники и подходы, крайне сакральная терапия, хиропрактика, то есть коррекция позвоночника, иглоукалывание. Также из известных подходов можно использовать и ипотерапию, при желании. Долго перечисляется, но самое главное, это не список методов, которые используем. Да, мы разрабатываем, разумеется, методы, которые действительно работают. Есть методы, которые работают без какого-либо вообще контакта с нами, они тоже опубликованы. Кстати, все, что мы делаем, оно защищено авторским правом и депонировано в библиотеке американского конгресса и в лондонском одном патентном бюро. Информация тоже об этом выложена на сайте. Есть методы, которые могут быть использованы без нашего какого-либо участия, только самими родителями и дающими невероятно хорошие результаты в устранении тех проблем, которые очень сильно мешают жизни. Это, например, стим, всякие стимы, разнодевиантное поведение детей происходит буквально, как люди говорят, чудеса, причем все крайне просто. Опять-таки, если у кого-то будут вопросы, могу сказать более конкретно. Но это так очень в десяти словах, наверное, не тех. Как, якобы, смотрю со своей точки зрения, тут нужно, конечно, услышать и точку зрения других врачей и специалистов, особенно тех людей, которые к нам приезжают. Им ведь это совсем по-другому. О том, как с точки зрения того, что делает ЮСЭФ, с точки зрения диагностики и терапии, там нас скоро расскажут. У нас есть специалисты, которые занимаются, имеют как бы разные инструменты для помощи детям и взрослым. То есть у нас особенность еще в том, что мы оказываем комплексные подходы. Родители, которые привозят детей, они вдруг обнаруживают, что они как бы сопровождающие, а их здоровье, их счастье, это не привлечение, оказывается не меньше внимания, и по времени иногда тоже, чем самим детям. То есть мы занимаемся помощью всей семьи. И насчет методов, которые нами разработаны, есть, к примеру, метод, которым многих может заинтересовать. Это метод, который был разработан совместно несколькими специалистами, в том числе, который позволяет очень эффективно, кто-то бы сказал, корректировать, но, скорее всего, речь идет о лечении, очень эффективно корректировать то, что называется пирамидный синдром. Исхождение в носочках. То проблема, которая, собственно, в мире, насколько мне известно, не имеет никакого решения позитивного. Делается какой-то массаж экраноножных мышц, к примеру, надевается ортеза на ноги, и, собственно, вероятно, где-то все. На основе наших знаний и подходов был выработан метод, который крайне прост в исполнении, для знающих специалистов, и приводит к тому, что практически на глазах ребенок становится на стопу, как говорится, и идет ровно. У нас есть видеозаписи этого тоже. Внешне это выглядит очень просто. Наклеится на определенные точки, на височной области, еще там на определенных точках тела, такие как бы магнитики, которые используются вместо ушных иголок в китайской медицине. То есть это, опять-таки, не инвазивно, они не прокалывают кожу и так далее. Абсолютно безопасно. И все. И получается очень необычный эффект, причем тоже стойкий. Но об этом долго можно рассказывать. В общем, кратко говоря, то, что мы делаем, мы делаем то, что считается невозможным. Опять-таки, мне удалось сказать только очень малую часть. Мне удалось рассказать и показать примеры того, как происходит то, что невозможно, например, скажем так. Очень сильное оздоровление людей с диагнозом детско-церебральный паралич. У нас таких примеров очень много. Он проходит, называется, полностью. К примеру, могу показать одну бумажку. У нас есть один подопечный пациент. Это, опять-таки, значит, все, что говорю, это показывается и могу показать там гораздо больше в узком кругу. Это все с разрешения родителей, разумеется. Ими же присылается и видео того, как проходит процесс полного излечения детского церебрального паралича. Требую, чтобы меня проверили. Вот. Значит, вот такая, например, бумажка. Не знаю, как это видно будет, не будет видно. Правильно. 4 апреля этого года один из наших подопечных пришел к врачу-ортопеду. Вот диагноз у него, вот можно увидеть, детско-церебральный паралич. И здесь написана очень странная вещь, что, о том, что у ребенка никаких признаков ДЦП нету. Никакой не спастики, там, контрактуры, никаких укороченных связок, ничего. И что, как написано, алихами гиршана ваешива хадашим. Что он свободно ходит с года и 7 месяцев. Таких фактов очень много. Они кажутся очень странными. Но, опять-таки, это нужно понимать, что это невероятно. Но мы никому ничего не доказываем. Но тем, кому надо, мы можем показать то, что они не ожидают. Закончил. Я закончил. Да, одну секундочку, я забыла включить микрофон. Вы хотели бы показать Мацегет или, в принципе, достаточно? Можем передать слово? Я хотел бы показать. Давайте тогда передать. Просто наши интернет-страницы. У нас их несколько. У нас есть, например, отдельный проект энциклопедия практической помощи при аутизме ДЦП. Это, как бы, такая библиотека практических советов высочайшего медицинского уровня для семей, у которых есть дети с отказанием развития. Он мог показать записи эфиров на одесском телевидении, на которых там было десяток эфиров. И там принимало участие порядка 15 семей вместе с нами, которые показывали свои невероятные события и результаты. Некоторые из них сейчас присутствуют тоже с нами. Потому что, если что, они могут об этом рассказать. Это страница www.br-david.com и www.autism-help.com Это второй проект. И страница в YouTube, наш канал в YouTube, www.br-david.com То есть можно посмотреть там. Да, ведь я сброшу сейчас в общий чат все ваши контакты, и тогда уже могут пройти по этим контактам. И, конечно, я всем участникам обязательно сброшу ваши номера телефонов и как с вами связаться. Давайте тогда передадим слово Юсефе и Юсефа. Сейчас, одну секундочку. Да. Да, всем здравствуйте. Да. Меня зовут Юсефа. Собственно, Давид тут много... Юсефа является основным специалистом, я скажу так, который работает и основателем этого центра. Поэтому, Юсефа, да, вам слово. Не совсем основателем. У нас сложная, так сказать, взаимная история. Я вкратце расскажу, как вообще все это образовалось, потому что, когда люди приходят, говорят, ой, как это тут у вас вдруг? Почему это вот так? Сейчас я просто объясню, что оно совсем не вдруг. Значит, это все имеет очень долгую историю. Почему вообще, откуда взялась идея, что аутизм и прочие вот всякие такие симптомы, признаки – это результат повреждения центральной нервной системы. Собственно, эта идея взялась просто из наблюдений. Скажем так, мне в моей жизни еще задолго до, как я вообще могла даже мечтать о таком, что происходит сегодня, мне приходилось довольно много волонтерить в больницах, причем заниматься пожилыми людьми после инсультов, тоже, в общем, ухаживать за ними и прочее, смотреть, что там происходит. И, в общем, скажем так, поскольку у меня мозги очень аналитические и прекрасно запоминают информацию, то мне было, в общем-то, несложно заметить просто связь, что вот был здоровый человек, потом случилось то-то, то-то, делают, например, МРТ или там еще что-то и выявляют повреждения там-то и там-то, а внешне мы видим такие-то и такие-то признаки. Потом уже в более старшем возрасте, когда я, собственно, увлеклась в качестве хобби всякими альтернативными, скажем так, системами, то есть, например, целительством и другими вещами, там даже остеопатия, хиропрактика и прочие дела, то, скажем так, пришлось уже бывать в израильских больницах и помогать пациентам с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами, включая, кстати, моего собственного старшего сына, который имел в несчастье в 16 лет попасть под автобус. И, в общем-то, скажем так, если бы не чудо Господне, то его бы сегодня не было. Но, слава Богу, он сегодня есть и даже на 100% здоров. То есть, у него, в общем, нет инвалидности. То, в общем, тоже было очень хорошо видно, что есть прямая связь между повреждением центральной нервной системы и внешними вот этими симптомами. И поэтому, когда, в общем, пришлось столкнуться с такими детьми, то, в общем-то, тоже вопрос не возникал. То есть, если есть такие-то признаки, то, скорее всего, есть и повреждения. А потом получилось так, что наша младшая дочь родилась с тройным обвитием поповины. И, короче, оказалось, что у нее есть подобная проблема. И вот, на самом деле, на тот момент мне даже в голову не приходило, что вот то, что было все эти годы как бы моим хобби, что я этим могу помочь своей собственной дочери. И, скажем так, сложилась череда обстоятельств. То есть это вовсе не была моя прям такая гениальная идея. Просто вот, можно сказать, меня подполкнули к этому. И оказалось, что я могу ей помочь. И увидев, что, да, ребенок начал развиваться, и ребенок вышел из этого состояния. То есть, скажем так, и в ее пять с половиной лет, собственно, началось уже развитие. В шесть лет она пошла в школу в первый класс. Первый класс был очень тяжелый, хотя мы видели, что она догоняет со страшной скоростью. Второй класс был уже легче. К третьему классу она, собственно, все догнала, и дальше уже у нас пошла, скажем, другая жизнь. А мы вот на волне, так сказать, восторга от того, что вот получилось. Надо же, что ребенок выздоровел. Мы решили, что надо же и другим помочь. И мы делали целый год как бы работу волонтерскую. То есть мы связались с одним садиком здесь, в Иерусалиме, для особых детишек, для маленьких. И, собственно, предложили родителям к нам приходить совершенно за бесплатно. И вот они приходили с разными детьми, и мы с ними работали и смотрели на результаты. И, в общем, скажем так, мы поняли, что да, это работает. Ну, собственно, там дальше были какие-то наши кризисы и прочие дела. И вот тут уже Давид, скажем так, ему следует отдать должное. Он никогда не ломается, он оптимист, он любит людей, не взирая на там их проявления, он вот пошел дальше помогать. И вот получился этот центр. На самом деле, мне было бы легче, наверное, дальше рассказывать, если бы пошли какие-то вопросы. Потому что я не очень представляю, что, в общем, хотелось бы людям услышать. Потому что, скажем так, лица знакомые, которые я здесь вижу, они прекрасно знают, что мы делаем, и они прекрасно знают, что потом получается. А люди незнакомые, как бы, мне вот хотелось бы... Я думаю, что от компании медицинского туризма можно попросить задать вопросы, потому что наверняка они у вас есть. Леонид, вы здесь. Может быть, у вас возникли вопросы какие-то, которые вы хотели бы спросить? Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко, чем вы занимаетесь? И у вас наверняка есть тоже много запросов по аутизму в компании медицинского туризма. Смотрите, у меня... Ну, у меня ситуация особая, потому что у меня в компании работает часть сотрудников с детьми аутистами. Не знаю, как-то так сложилось. Ну и плюс по работе мы тоже с этим сталкиваемся. Поэтому, ну, первые вопросы — это отличается ли подход в работе между израильтянами и туристами в плане сроков, сжатия этих сроков, то есть логистические вопросы, как вообще проходит построение курса лечения. Финансовая сторона... Структура запроса. Да. То есть одно дело, когда здесь человек живет, обращается, и с ним можно работать на протяжении лет. И другое дело, когда мы говорим о туристах, как с ними это происходит. Ну, я думаю, что финансовая сторона вопроса должна обсуждаться... Ну да, это более интимная часть, конечно. Поэтому это обсудим потом. Вот, собственно говоря, самый главный вопрос — это как строится взаимоотношение с туристом и с семьей, которая приезжает на подобное лечение. Ответяю. Значит, есть большая разница в подходах, потому что, конечно, когда человек живет здесь, то гораздо легче, потому что нет необходимости, скажем так, впихивать все в короткое время. И поэтому с израильтянами мы работаем долго, по нескольку месяцев. И, собственно, дальше уже, скажем так, есть такие, которые вот до сих пор приводят детей. Вот, например, сегодня после обеда должна прийти одна мама. Собственно, она придет по другим совершенно уже поводам. Она придет ради себя, но ребенка она приведет просто ради того, говорит, ну, ему, говорит, уже 15 лет, типа надо же посмотреть. Хотя ребенок уже, слава богу, уже несколько лет учится в обычной школе, в обычном классе и, честно говоря, практически отличник. Если позволение, я немножко сконкретизирую ответ, который человек хочет услышать. По поводу… Да, есть, конечно… Меня слышно, да? Да, 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 слышно. Да, разумеется, есть разница между подходом… Ну, это не подход, как сказать. Люди, которые приезжают из-за границы, это происходит уже на протяжении многих лет, они приезжают на получение такого комплексного курса диагностики, терапии, развития. Приезжают на месяц. Раньше в начале это было две недели, потом три недели. Последнее время мы видим по результатам, что наиболее эффективно – это месяц. Люди… Ну, так как это происходит уже далеко не первый год, это все уже отработано. У нас вот есть целый замечательный коллектив сотрудников, которые занимаются всякими административными вопросами. Некоторые из них сейчас присутствуют, могут потом более подробно рассказать. Как-то так сложилось, что абсолютно большинство этих людей – это родители, которые на каком-то этапе обратились к нам за помощью из совершенно безнадежной ситуации, и их жизнь полностью изменилась. Вот они сейчас несколько… Сейчас здесь две-три такие вот женщины находятся, которые могут рассказать о чудесах, которые происходят в их жизни, и которые сейчас… Да, ну, значит… Да, давайте, Давид, пока… У нас время немножко ограничено, да. Давайте… Кратко говоря… Да. Люди, которые приезжают из-за границы, они приезжают на месяц. Месяц, да. Да, мы полностью организуем все практически, и это и жилье, и встреча в аэропорту. То есть мы даем как бы полный сервис, даже более полный, чем обычно. Туда входит еще и туристическое обслуживание, поездки по святым местам, поездки на моря, встреча в аэропорту. Вот люди получают телефон с местной линии, получают карточку на проезд и так далее. То есть с того момента, когда они к нам приезжают, они находятся полностью под нашей опекой и заботой. Это что касается тех, кто приезжает… Какие-то документы вам нужны, ну, то есть что… Вы делаете запросы определенных документов и так далее. Разумеется, да, конечно… Расскажите об этом. Это интересно всем знать, даже тем, кто мамы присоединились сегодня. Обычно люди, значит, обращаются либо через знакомых, которые были у нас, либо через интернет, находя информацию про нас в интернете, обращаются через… оставляя заявку на странице BRTV.com, с ними связывается кто-то из координаторов, присылает им информацию для ознакомления. Если это вызывает у них интерес, мы говорим дальше. Люди, которые обращаются к нам, они считают их данные, сразу вносятся в базу данных. Мы работаем с системой RAPID, через которую работают многие медицинские центры Израиля и не только. Передается необходимая информация, все информация хранится, весь ход обращений и лечение – все это хранится полностью. Да, есть какие-то определенные документы, которые… Давид, я думаю, вопрос здесь в другом. Вопрос о том, как мы оцениваем, можем мы помочь ребенку или не можем. Нет, это не было вопросом пока. Именно это было вопросом. Давай я на него ответил. Какие документы нужно подать для того, чтобы мы дали добро на приезд? Обязательно. Кому мы даем добро на приезд? Значит, сначала мы выясняем симптоматику. То есть, при первой беседе, фактически, родители рассказывают, что происходит с ребенком. То есть, ну, это уже можно прикинуть, скажем так, что там с ребенком случилось. В общем, мы запрашиваем ту медицинскую документацию, которая существует, потому что, скажем так, есть много стран, где таких детей, в принципе, не обследуют, и очень сложно получить какие-то реальные медицинские документы. То есть, для нас, скажем так, для нашей работы есть несколько анализов, которые, в общем-то, очень важны для нас, и мы их всегда как бы просим, но далеко не всегда получаем. Значит, поэтому мы обязательно смотрим на ребенка. То есть, мы просим родителей, чтобы нам показали, как ребенок живет, как ребенок функционирует, и можно прикинуть тогда, насколько это соответствует тому, возьмемся мы за это или нет. Собственно, в большинстве случаев к нам обращаются именно, скажем так, с детьми с релевантными диагнозами. Всегда мы уточняем вопрос про эпилепсию, потому что, скажем так, дети с эпилепсией, мы можем их принять только при условии, что они принимают лекарства. То есть, без этого мы не возьмем. Если, скажем, ребенок с ДЦП, то обязательно нужно понять, какова степень этого ДЦП, потому что, скажем так, бывает ДЦП и бывает ДЦП. Собственно, бывает много разных ДЦП, и нужно понять, насколько мы можем этому ребенку помочь. Собственно, из того, что мы, как бы, знаем точно, практически всегда, то есть, ну, по крайней мере, не было в практике такого, чтобы не случалось, мы можем снять повышенный тонус. То есть, если ребенок страдает от повышенного тонуса, то его практически всегда можно снять, хотя бы довести его до более-менее нормального, как бы, вида. Все остальное зависит от изначального состояния ребенка. То есть, например, скажем, вот Давид тут показывал бумагу, да, там ребенок был маленький, к нам он попал, когда ему было год и месяц. И причина ДЦП была инсульт при родах. Значит, такого рода ДЦП, оно наиболее легким образом поддается, потому что при таком повреждении не страдают, скажем так, конечности. То есть, они страдают, но минимально. Основное, как бы, основное повреждение приходится все-таки на головной мозг. Вот, если мы видим, что ДЦП более, как бы, тяжелое, то есть, например, там тяжелые роды, там долгая гипоксия, и у ребенка действительно пострадали конечности, то там уже, как бы, надо смотреть. И, значит, результат зависит очень от длительности лечения. И, в общем, ну, короче, скажем так, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Правильно ли я понимаю, что при поступлении заявки мы назначаем некую беседу с родителями? Обязательно. И при проведении этой беседы вы можете оценить ход дальнейших действий, взаимодействия с ребенком, что будем делать. То есть, к моменту приезда родителей с ребенком мы можем им сказать, что вот это мы точно сделаем и вот здесь мы точно поможем, а вот здесь мы постараемся и будем надеяться и будем... Смотрите, значит, мы, если вы знаете, то израильский закон запрещает кому-то не было, что бы то ни было, обещать, да? Поэтому мы никогда ничего не обещаем. Мы просто говорим, что были аналогичные случаи. Вот с такими-то результатами, вот посмотрите, да, если вас это интересует, то, значит, милости просим. Если вас это не интересует, ну, значит, ваша дорога куда-то еще, да, не к нам. Вот, поэтому нет, мы никогда ничего не обещаем. Каждый родитель решает сам, хочет он попробовать и получить результат, похожий, как у других, или не хочет. Значит, вот и все. У комплекса обследования и дальнейших взаимодействий с ребенком есть ценовая политика в плане пакетов? Я не очень понимаю, что вы имеете в виду в плане пакетов. Значит, смотрите, я вам скажу. Значит, когда приезжают родители с ребенком, то, скажем так, далеко не всегда диагноз, который у ребенка стоит, он точный. Однозначно. Я вам приведу пример. Значит, несколько лет назад привезли девочку, у которой стоял диагноз аутизм. Собственно, нам сразу стало понятно, что это не аутизм, что это что-то более тяжелое, да. Значит, и, собственно, маме это было сказано и объяснено. Объяснено даже, например, тех медицинских документов, что они привезли, что аутизм как бы не должен иметь такого-то, такого-то, такого-то. И действительно, немного позднее ребенку был поставлен диагноз синдром Ретта. Что, в общем, я думаю, вы знаете, что это такое, да? Нет. Это генетическое заболевание. Там имеется сбой в производстве неких белков, и такие дети, собственно, после двух лет очень быстро деградируют и превращаются фактически в растения, очень быстро умирают. Значит, один из симптомов этого синдрома – это ребенок, например, не может сесть на корточки, не может сесть на стул, постоянно трет руки, но это как бы еще в относительно начальной стадии этого синдрома. Вот примерно на такой стадии, значит, девочку и привезли. Вот, собственно, тогда это маме было объяснено, но мы с ней работали по полной программе, то есть вот все, что полагается делать при аутизме, мы сделали. И эта мама приехала с дочкой к нам зимой в Одессу, значит, мы выезжали в Одессу, и привезла дочку, которой уже около шести лет, и которая, значит, скажем так, мама сказала так, что они прошли после постановки диагноза, они прошли еще кучу всяких обследований, и все неврологи им форум сказали, что да, конечно, вот генетика показывает синдром Рента, но как бы ребенок совершенно не подходит под симптоматику. При этом, когда они приезжали первый раз, то вся симптоматика была. Значит, что случилось? Значит, у ребенка прекратился регресс, и она даже сделала определенный прогресс. То есть она ходит, она понимает, она достаточно общительная. Да, у нее есть куча ограничений. Вот, собственно, я не знаю, что с ними было, скажем, после зимы, но я не интересовалась. Но, в общем, зимой у них, скажем так, для синдрома Рента она была в совершенно другом состоянии. Поэтому мама как бы рассчитывала на то, что они приедут еще раз, а может даже и не раз, потому что как бы прогресс был. Вот, это такой пример. Мама, когда ей поставили диагноз ребенку, она увидела детей с таким диагнозом. С одной стороны, она пришла в ужас, а с другой стороны, была очень счастлива потому, что вот ее дочь, она и выглядит все абсолютно по-другому. После того, как она это увидела, она стала делать все возможное, чтобы за нас доехать, и это произошло в Одессе, когда мы выехали, чтобы принять людей. Вот, и генетические нарушения, это, скажем так, довольно частая как бы проблема, которая лежит внизу, то есть как бы ее просто не диагностируют. Хотя можно, если внимательно смотреть, то видна большая разница между ребенком, у которого есть обыкновенные вот эти повреждения, которые при аутизме, и ребенком, у которого есть генетические повреждения. Просто почему-то этого, в общем-то, никто не делает. Поэтому вот эта вещь, которая практически выясняется только тогда, когда они приезжают, потому что издалека по симптамам это не понять. Вот, собственно, я теперь уже как-то задумался, я ответила на ваши вопросы? Ну, я потом отдельно вам напишу. Хорошо. Да, конечно, конечно, обязательно, да. Да, у нас есть тоже вот врачи-садасы, которые хотят более подробно тоже спросить несколько вопросов, но я думаю, что это уже будет вне конференции. Скажите, пожалуйста, мы можем поговорить сейчас с Ребеккой Кольдберг? Конечно, конечно, вот она. Ребекка, вы на связи? Да, давайте я на связи. Меня слышно? Да, Ребекка. Меня слышно? Да, да, да. Ребекка является врачом-педиатром. Вот. И я бы хотела, чтобы вы рассказали о дополнительной аппаратной диагностике суджок, которую вы тоже используете, не только для детей, для родителей, я так понимаю. Вот. Расскажите об этом. Так, спасибо большое. В общем, прежде чем я перейду к суджок терапии, мне, все-таки, хочется немножко ответить еще, дополнить вопрос ответным по документам. Уже с точки зрения, скажем так, медицинского, обычного врачебного подхода. Да, безусловно, перед тем, как дети должны приехать к нам на Назвичи, согласовать там сроки нахождения у нас на печенье. Мы получаем, запрашиваем и получаем от них от родителей все возможные виды исследования. Исследования эти достаточно широки, потому что, я думаю, никто не будет спорить с тем, что для диагноза аутизма сейчас существует гипердиагностика и большое количество ментальных нарушений, которые могут быть связаны не обязательно с аутизмом. Поэтому мы пытаемся охватить некий такой спектр, начиная с электроэнцефалограмм, заканчивая, предположим, гормонами щитовидной железы или там для диагноза нарушения врожденного ситуации малявсорб. Все это обрабатывается изначально, мы предполагаем, в каком направлении могут быть нарушения у ребенка. Но что меня все время здесь удивляет, и как бы я сама себе обещаю не удивляться, на самом деле для Давида и Юсефа, в общем, нет принципиальной разницы, что мы им будем докладывать по медицинским документам пациентов. Они видят эти нарушения каким-то образом самостоятельно и корректируют уже их от того, что они видят. Иногда получается наоборот, то есть я по документам смотрю и говорю, что так, мне кажется, что здесь предположим вот такой-то диагноз, в дальнейшем мы обсуждаем с Юсефом и Давидом, и они видят немножко совершенно другое направление, и поэтому лечение идет уже в той части нарушений, которые вы. не терпелось это сказать, потому что я понимаю вопрос специалистов, которые обычно собирают здоровый большой пакет документов со всякими разными видами исследования, но вот у нас дело обстоит именно таким образом. Теперь два слова, несколько слов по дополнительным методам диагностики и, возможно, коррекции состояния. Что такое суджок терапия? Это, в принципе, один из методов рефлексотерапии, рефлексодиагностики. Основано на биологически активных точках, которые являются выходами меридиана тех или иных органов и систем. По состоянию ответа электрического потенциала мы можем сказать, определить, какие органы, какие системы работают с нагрузкой, с недостаточной нагрузкой, с избыточной нагрузкой, которые из них близки к заболеванию, в которых уже имеется какое-то заболевание. Все это еще, чтобы было понятно, на чем это все основано, это фактически метод электрокардиограммы, только выведенный в красивые картиночки и красивые графики. Получая такой график или такую картинку, дальше мы можем действовать двумя способами. Мы можем сказать пациенту, что, пожалуйста, проведите дополнительные обследования в плане подачи анализов, каких-то там тестов, каких-то там исследований. А можем на этом же аппарате попытаться восстановить функцию этого органа, просто воссоздавая его нормальную чистоту. Каждый наш орган, всем тоже это известно, работает с определенным потенциалом и чистотой. И если мы возвращаем этот орган для работы в той или иной чистоте или ритму, или, я не знаю, как это еще назвать, биоритму, то постепенно система возвращается к нормальному функционированию. Ну, метод, естественно, можно использовать и для детей, и для взрослых. Для детей нашего контингента мы стараемся не использовать, потому что неизвестен, ну, если есть, например, там какие-то нарушения очаг эпилепсии, или есть эпиготовность в головном мозге. Для таких детей лучше, конечно, этот метод не использовать. Для всех остальных возможность любого возраста, хоть там от момента ржения, метод безболезненный, быстрый, достаточно информативный. Есть возможность работать как на ладони, так на стопе, так и на ушной раковине. Тоже, в общем, зависит от того, куда удобнее добраться. Что еще можно сказать? А, также можно воздействовать, и этим же аппаратом можно вводить некие гомеопатические дозы лекарственных препаратов. Мы у себя этим не пользуемся, потому что у нас фактически нет такого, как бы, нужного нам контингента для этого. Ну, например, для пожилых людей можно очень хорошо использовать при восстановлении ритма сердечной деятельности, при восстановлении работы желудочно-пишечного тракта. То есть вводится это точно таким же образом, это принцип электрофорезов, биологически активные точки вводятся растворы лечебных препаратов. Вот, это один из многих методов, которые мы можем здесь использовать в части рефлексотерапии. Понятно. Скажите, пожалуйста, участники конференции, возможно, у кого-то возникли вопросы, я могу вас подключить, и, пожалуйста, поднимите руку, я посмотрю, кто-то, возможно, хочет задать какие-то дополнительные вопросы. Ответные вопросы. Вашего ребенка, может быть, уточнить какие-то моменты. У кого не возникает никаких вопросов. Давид, если вы хотите показать Мацегет, можно показать, возможно, что это будет интересно участникам. Ну, сейчас попробуем. Есть, да? Да. Сделайте экскурс по сайту. Это наш основной сайт. Сейчас секундочку. Вот, это находится по адресу berceradavid.com. Через него обычно обращаются люди, оставляя заявку. Тем, кому интересно, могут заглянуть туда и увидеть некоторые комментарии к тому, что я сказал. Здесь есть всякая информация, которую мне не удалось по времени рассказать. Рекомендую обратить внимание на вот эти вот, на раздел «Записи на телевидении». Вот это вот, например, я сейчас включу, покажу кое-что. Называется «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И сейчас я включу, посмотрим, будет ли звук, будет ли звук слышен. Звук слышен? Да. Да-да. Да. Вот здесь тоже написано, что это центр berceradavid, центр вершкомиссии и международный методический центр развития особой детей и подростков. «Промой». Причем вы говорите? Ну, буквально несколько минут, которые там вставили не кое-что. «Мы уже знаем, как бы, по опыту, что многие здесь способны выйти в полную норму, если им помочь». «Могите, на версии, вот так вот это можно увидеть». Эмоции, радость, злость, там все, я это видела раньше, ну просто отрешенный взгляд. Нужно пробовать результат. Скажем так, никаких признаков? Сколько времени прошло? Ну, несколько месяцев. Я тут не говорила о том ребенке, который у нас есть. Буквально несколько минут. Значит, поясняю. Это речь идет о семье, которая приехала к нам в Одессу. В семье двое детей. Один ребенок тяжелой формы ДЦП и другой ребенок с аутизмом. И там вот будет, как вы увидите видеозапись рассказа о том, что произошло через неделю после начала лечения. Повторяю, что там были только вдвоем мы с Юсефом, без нашего коллектива замечательных специалистов. Кстати говоря, если у кого-то из жителей Израиля возникнет желание более подробно все по поводу этой семьи разузнать, значит, могу сообщить, что через несколько дней они будут у нас в Израиле. И вы своими глазами можете увидеть то, что считается невозможным. Необычайно улучшение при детском церебральном параличе в возрасте, например, 16 лет. Ну и аутизм. Я приветствую жителей Одессы, Одесской области. Меня зовут Марина Аксенова. И сегодня о важном. Дети Дождя так называют особенных детей, которым был поставлен тяжелый диагноз аутизм. Родители, которым приходилось услышать такой диагноз, воспринимают это как смертельный приговор. Но есть люди, которые считают это состояние излечимым, потому что сами прошли этот тиранистый тяжелый путь, воспитывая и занимаясь собственным ребенком. Давид и Юсефа Эйхель приехали в нашу страну из Израиля. В этом государстве они возглавляют Центр еврейской медицины Беер Давид. И, кроме того, являются руководителем медицинского центра Международного методического центра Рамот. Но прежде чем я представлю гостей нашей студии, я предлагаю посмотреть небольшой репортаж, который продемонстрирует результаты первой недели лечения в семье Сергеевых. Если вы помните, в нашей прошлой программе Давид и Юсефа говорили о том, что мы не можем рассказать, мы покажем. И вот сейчас мы покажем результаты, как меняется состояние деток, которые живут в нашем городе. Это семья Сергеевых. Старшему сыну 16 лет. Его тоже зовут Сергей. У него очень тяжелая форма ДЦП. Он самостоятельно не передвигается, сам себя не обслушивает. Младший сын Дима 5 лет. Диагноз РАС или аутизм. Он не разговаривает. Итак, мы посмотрим сейчас небольшой репортаж, а затем встретимся с нашими гостями. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Моему старшему сыну Сереже 16 лет. Диагноз ДЦПС, фактический тетрафорез, только двигательные нарушения. Самостоятельно он не передвигается, сам себя не обслуживает. После первой недели очного лечения у Давида Йосефа у нас произошли такие изменения. Сережа стал сидеть более ровнее на ягодицах. Раньше сидел на краешке стула на крестце. Расслабились ноги. Теперь они стоят у стульчика на полной стопе. Раньше он их сильно вытягивал вперед, и если бы не ограничитель, он бы просто сползал со стула. Еще у него расслабилась правая рука. Расслабились пальцы. Сейчас она лежит на столе. Раньше он ее сильно отводил назад или скручивал под столом. Планшетом он пользуется левой рукой. Такого результата у нас не было, даже после прохождения курса массажа. Моему младшему сыну Диме 5 лет. Диагноз 1. Он не разговаривает. Ему было подкорректировано питание. Он там вести себя более спокойно. Больше половины времени может сидеть и лежать. До этого постоянно находился в движении. Вел себя беспокойно. Начал играть с мячиками. Он не проявлял к ним интереса уже больше года. Еще Дима впервые в жизни ел сырую морковку и тыкву. Это вместо сладкого. И до этого он отказывался. Начал щелкать язычком. Улучшилась мелкая моторика языка. Хотим сказать огромное спасибо необыкновенным людям, Давиду и Йосефе. Мы очень рады, что они смогли приехать к нам на Украину. Еще много чего интересного тут имеется. Что еще хотел показать. Здесь части наших специалистов, которые работают. Люди из разных стран. Камил Челаев, например, он живет во Франции. Специалист высочайшего мирового уровня по музыкальной терапии для детей. Про каждого можно рассказывать очень долго. Про каждого из специалистов. Координаторы тоже из разных стран. Германия, Казахстан, Израиль, Швеция, Германия и так далее. Давид, я знаю, что у нас сегодня присутствует непосредственно Валерия. Валерия, мама одной из детей. Вот это вот Валерия. Валерия, мы бы хотели услышать вашу историю и чтобы вы рассказали… Да, сейчас одну минутку просто я покажу еще. Это энциклопедия практической помощи при элитизме ДЦП. Проект, который тоже мы создаем уже на протяжении многих лет. С медицинской точки зрения необычайно все правильно. Высочайшего уровня медицинского знания. Многие профессионалы, заглянув, увидев вот это все, понимают, смогут понять, насколько высок уровень именно профессиональных знаний наших специалистов, именно как врачей. Это проект энциклопедии практической помощи при элитизме ДЦП. Сейчас покажу вот это вот, наш канал. Потом бац, они начинают это делать. Да, у нас есть много семей, у которых произошло снятие диагноза аутизма. Это считается, кстати, невозможным в любой точке планеты. Это хорошая динамика и действующие документы. В августе 2020 года это мы уже делаем. Вот если заглянуть на эту страницу, то можно увидеть то, что… Ну, я думаю, тоже индивидуально каждый может пройти по ссылке. Я, на самом деле, скинула в общий чат ваш сайт и номера телефонов. Да, можно посмотреть, например, центр БРД «Волшебство радости профессионализма». Там показана работа специалистов, в том числе и Гулукалов, и так далее, и тому подобное. Ну, это то есть количество информации колоссальное, мы его стараемся ограничивать. Много тысяч из видео мы просто закрыли, потому что там, ну не знаю, уже порядка 8 тысяч видео. В основном это отзывы о положительных результатах невероятных. В общем, большую часть мы закрыли, чтобы люди не терялись. Но все равно то, что есть сейчас, это колоссальное количество. А теперь… Самое главное. Самое главное. Да. Да, Валерия, просим вас рассказать, да. Спасибо, я всех приветствую. Меня зовут Валерия. Так случилось, что в воле случая я оказалась в этом центре снова, но обо всем по порядку. Эта история началась в 2018 году, когда моему ребенку в 3 года был поставлен диагноз аутизм. Официально в Казахстане в центре материнства и детства. Был поставлен этот диагноз, и я благодарю просто Бога, что я вовремя нашла этот центр. Потому что, что нам предлагалось на тот момент в Казахстане, это медицинское лечение. Лечение препаратами, которые, возможно, могли бы нанести вред ребенку, имели большой список побочки. Либо это были бы какие-то там манипуляции, применяя современные технологии. Это томатис, микропуляризация. На тот момент это все, что я имела из выбора. Что делать с ребенком? Просто волосы вставали дыбом. Не знала, куда бежать. Узнала о центре я из отзывов в YouTube. И как-то мне это настолько легло на душу, что я думала, что я попробую это. Я ничем не рискую, ничего не теряю. И когда я связалась с Давидом, первые наши минуты общения, тогда Давид работал дистанционно с детками, я увидела, что ребенок мой стал откликаться на имя. Он стал смотреть в глаза, он стал повторять как-то за мной, он стал более вовлеченный в нашу жизнь. И я поняла, что это, в принципе, скорее всего, наше место, наш доктор всячески начала попытки тому, чтобы туда попасть в этот центр. Сейчас об этом уже просто вспоминают, но тогда это было просто на грани жизни и смерти. Для меня это была задача номер один — попасть в этот центр. И мы такие оказались в этом центре. И прошло уже несколько лет, диагноз нам снят. Ребенок идет в школу, у него все в порядке, он разговаривает. И когда он видит или его видят незнакомые люди, они считают его полностью нормальным. И очень удивляются тому, что действительно у нас когда-то был диагноз с аутизмом. Лер, ты можешь даже его позвать, он сам об этом может рассказать. Ну, в смысле, не об этом рассказать, но… Да, просто поздороваться. Мирон, Мирон, иди сюда. Он, правда, всегда стесняется. Он всегда стесняется. Вот этого мальчика зовут Мирон. Привет тебе. Он аутист бывший. Здрасьте. Здравствуй, здравствуй, Мирон. Как твои дела, Мирон? Хорошо все. Мирон, перед нами сейчас люди, они могут задать тебе вопросы. Ты готов на них ответить? Готов. Если кто-то хочет, может задать ему вопрос. Ребенок абсолютно не подготовлен, он играл в компьютер, играл с соткой, с сотовым телефоном. Просто немножко. Мирон, как тебе нравится в центре? Чем ты занимаешься там? Лечусь. Лечишься? Да, мы приехали повторно. Лера потом расскажет, по какому поводу это никакого отношения к аутизму не имеет. Но это повод такой, из-за которого она просто бросила все и примчалась к нам. Но она потом расскажет. Да. Всем желающим, я могу об этом рассказать. Но, на самом деле, здесь к аутизму никакого отношения не имеет. Если Давид позволит, я сейчас могу... Да, конечно. Я даже прошу. Дело в том, что какое-то время назад у ребенка была обнаружена аритмия, и врачи стали пугать просто страшными диагнозами, вплоть до того, что запрещали ребенку заниматься спортом, пугали внезапной остановкой сердца. Но так как доверие уже к этому центру у меня огромнейшее, мы общаемся уже больше четыре года на связи, я просто не хочу упускать возможности как-то оставаться на связи с этим центром, потому что всегда это помощь 24 часа. Я могу связаться со специалистами, я могу получить квалифицированный ответ. И в этот раз тоже Давид сказал, чтобы я приехала сюда в центр. Потому что ребенку... Я даже записала в национальный научный кардиохирургический центр в Казахстане. Поставила вот этот вот диагноз аритмия. Назначили кучу препаратов, которые тоже имеют побочку. Я мама такая, что я предпочитаю не травить ребенка лишний раз, если есть возможность альтернативно подойти к вопросу лечения. Ты рассказала о результатах. Да, и результаты снова меня... Они меня уже не удивляют, но очень радуют. То есть... Во-первых, вы привезли документы из этого центра. И доктор Римма вам посмотрела и сказала, что диагноз неправильный в соответствии с вашим... А у доктора Римма стали просто... Если можно так сказать, волосы дыбом. Она сказала, кто назначил этот препарат ребенку. Я говорю, это заведующий детским отделением кардиологии. Это аритмолог детский. Без... Нет, я тоже вступлю. Это не говорит о том, что там не было аритмии, чтобы всем было просто понятно. У ребенка действительно была аритмия, которая выражалась в форме большого количества экстрасистолий. И при первом осмотре за минуту я насчитала их 26 экстрасистол. Это я говорю для тех, кто имеет отношение к медицинскому туризму и понимает, о чем идет речь. Обследование было проведено полностью, действительно. Трактовка была не... Скорее всего, неверная. Может быть, в диагнозе, не знаю. Но вот на сегодня... Сколько, Лера, вы у нас уже? Я не знаю сколько. Вот сегодня я ребенка... Не верю. Да, смотрела я сегодня ребенка в очередной раз. У него нет экстрасистол ни в состоянии покоя, ни в состоянии перемены положения тела. Аж целых две недели прошло. Да, целых две недели. По нашим меркам это много, потому что в большинстве случаев результаты видны уже очень быстро. Иногда на второй, третий день уже видно и в первый день даже. У нас на первой неделе уже в течение первых дней уже были результаты. То есть я уже видела. То, что мы сейчас здесь находимся, это просто закрепление результата. Просто у нас перелет только через месяц был запланирован. Поэтому мы здесь и продолжаем посещать центр. Не только ради закрепления результата. Но это просто... Ну, рада на самом деле слушать такие отзывы о центре. И я надеюсь, что все участники получили ответы на свои вопросы. Если нет, то напрямую, конечно, связывайтесь с Давидом и Иосифом. И спрашивайте, задавайте вопросы, приезжайте. Я уверена, что этот центр сможет помочь вам. Я думаю, что на этой прекрасной оптимистичной ноте мы можем закончить нашу конференцию. Спасибо всем, всем участникам. Что-то добавить, Иосифа. Есть. Если только вопросы есть... Я не вижу вопросов от участников, поэтому я больше ничего не могу сказать. Я предполагаю немножко другой формат конференции. Я предполагаю, что будут именно люди, которые профессионально имеют отношение к этой области. И, скажем так, в более узком округу я могу продемонстрировать то, что может весьма удивить. Это касается и результата влечения ДЦП, и не только для детей. К примеру, несколько лет назад к нам обратился один человек, изоляционер, которому должны были через полтора месяца ампутировать ногу. Ситуация с точки зрения медицинская безнадежная, то есть это как бы гангрен, точнее говоря, трофическая язва. Понятно, что ничего кроме ампутации в таком случае быть не может. Вот я могу продемонстрировать последствия фотографий, на которых видно, как происходил процесс полного выздоровления этой ноги. Опять-таки, в более узком округу я смогу показать еще многие другие вещи, которые имеют отношение, отметим, только к проблемам с аутизмом и так далее. То, что связано с проблемами с откровением в развитии, это... Ну, Виткушка, азбер. Нам обращается по-разному совершенно. Это нужно понимать. Евгения Т. Да, да, да. Закройте микрофон. Это не Евгения, которая из Одессы, из Украины, мама Ирины. Не это ли? Не знаю. Возможно. Так, значит... Извините, да, это я случайно включила микрофон из Инди. Да, это я из Украины, мама Ярины. Расскажи, пожалуйста, о результатах. Вы были у нас сколько, две недели, наверное? Да, да, полторы, к сожалению. Вторые недели, расскажи, пожалуйста, с чем вы пришли и каковы результаты? Люди, которые понимают в этом, значит, просьба сесть, если стоите, то, что вы услышите, может казаться несколько неожиданным. Очень кратко, расскажи, пожалуйста. Хорошо. У меня, как бы, у ребенка особого диагноза нам в Украине так и не поставили, кроме того, что, как бы, был инсульт, и потом была сильнейшая гипоксия, потом была мозговая кома четвертой степени, ну и, в общем, куча всяких последствий. Я немножко запомню. Сейчас, на момент... Жень, я прошу прощения, немножечко дополню, очень кратко. У ребенка было два инсульта, насколько я помню. Да, да, да. Была трепанация черепа, треть черепа была вырезана. Не, она просто отмерла из-за гипоксии. Да, была сделана трепанация черепа, часть мозга была удалена, из-за этого тоже это было видно по черепной коробке. Голова имела очень своеобразную форму, как бы срезанную сверху. Ребенка не, Ерина, она не ходила сама, она могла передвигаться, держась двумя руками за кого-то. Естественно, проблемы со зрением и прочим, прочим. Через какое-то время Женя сообщила о том, что она вдруг в какой-то момент забыла, что она не может ходить, ну и пошла сама. При этом ее удивило то, что у нее начало сильно меняться форма черепа. Это то, что происходит со всеми нашими пациентами. Мы специально фотографируем форму черепа у детей, и там видно, насколько меняется. Это, опять-таки, называется научное объяснение, этого мы пока что еще не нашли, но, де-факто, это так. Вот, и, по словам Жени, голова у нее, у Ирины, стала расти, причем как-то не в объеме, а вверх. Вот, как яичко, да. Вот, то есть это результат полутора недели лечения. Ну, сейчас я скажу, мы живем за городом из-за военных действий, так как наш город крайне часто обстреливают. Мы выехали за город, живем возле леса, и Юсефа тогда еще говорила, что у нее слабые ножки. Сейчас она ходит за одну ручку, вот, мы с ней в марафоны, с сыном еще вместе, мы много гуляем. То есть ей нравится гулять, она ходит. Иногда я ее просто сзади за кофточку подерживаю, потому что, как бы, осталась проблема с равновесием. Она иногда, возможно, потому что она плохо видит, она иногда немного не туда пытается пойти. Вот, и поэтому ее приходится, как бы, придерживать, а так она, да, старается ходить вот сама. Стала вот она еду раньше, ну, просто она убирала руки, даже не пыталась. Сейчас она лезет в макароны, она берет макароны, кушает их, в суп лезет, вылавливает там чего-то. Ну, то есть, как бы, мы ей позволяем, хочет она что-то попробовать, никаких ограничений нет. Вот это у нас появилась, да, она, как бы, болтливая, старается, как бы, ну, конечно, на ее возраст не настолько хорошо, но она разговаривает, новые слова учит. То есть, применяет их потом по делу, а не, ну, так, просто лишь бы что-то сказать. Так что, начала больше контактировать вот с братом, у нас есть старший сын, ему 6 лет, ей 3 года, ему 6. То она как-то стала к нему звать его, чтобы он к ней подходил, показывать там, она там что-то там, листочек, цветочек оторвет. Вот это она любит, пока гуляет. Она покажет брату, покажет маме, отдаст маме, потом заберет назад. То есть, ну, стала вовлечена в то, чтобы контактировать с людьми. Если раньше она даже не предлагала никому ничего, ну, сейчас вот у нас такие изменения. Пошла коммуникация такая более, да? Да, ну, какая-то, да, вот на начальных этих этапах, да, она стала пытаться общаться вот такое вот. То есть, мы как бы ходили к неврологам, к тому, что у нее в головке, то есть, как мы показываем ее томограмму, то, как бы, нам говорили, что она и как бы и есть сама не сможет, не глотать, не жевать. То есть, мозг удалено, повторяю. То есть, то, что мы сейчас имеем, то это очень хорошо, и мы очень хотим приехать к Давиду. Вот сейчас мы занимаемся паспортами нашими, потому что мы пять раз ходили в визовый центр, чтобы сдать паспорта, а у нас тут воздушная тревога, все, он закрывается, то у нас, этот, опять-таки, в Киеве проблемы, не принимают документы, и, ну, теперь мы уже подали, наконец, документы, ждем, когда нам сделают паспорта, потому что это казалось не так-то просто. Евгения, очень приятно слышать, что у вас такие изменения, я очень рада. Вас тоже очень приятно слышать. Да, прошу обратить внимание, у ребенка треть мозга удалено, процесс лечения занимал полторы недели, если учесть, что пятница, то это, получается, неделя лечения. Это и это было только мы с Юсефом, без всех наших замечательных волшебников-специалистов, которые здесь. Да, хорошо, давайте наше время, я думаю, подходит к концу. Спасибо вам большое за отзывы, за то, что вы рассказали о своих историях. Вот, я думаю, что это очень наглядно и полезно всем участникам. Вот, спасибо вам, Давид, Юсефа. Если бы еще пару минуток, я бы тоже что-то сказала. Да, если можно, тоже это важно. Да, конечно. Девушка была несколько дней назад. Меня слышно? Да, Амалия, слышно? Хотела поблагодарить, нету, нету прям слов выразить всего благодарность. Слышно меня, да, то я сейчас сама себя не вижу и не слышу. Слышно меня? Слышно, да, слышно. Слышно, слышно. Она еще хотела сказать. Мы сами видели мальчика. Мы с ними общались. Ребенок рассказывал, как он приехал, на чем он приехал. Там всю свою биографию рассказал. И говорит, я Максиму говорю, он ничего не понимает. И это обычный ребенок, который играет с обычными детьми, которые приехали в сопровождении со своими детками на лечение, со своими братьями, сестрами, младшими. Сама наблюдала. Мы видели Максима череп после того, как его постригли. Хотелось, правда, плакать. Но потом я его наблюдала целыми днями, его череп. И день, наверное, на четвертый, на пятый. Я поняла, что нормальный у него череп. А потом уже до меня дошло, что череп меняется на четвертый, пятый день. И я сейчас щупаю его череп. Я не чувствую, не верю своим ощущениям. Это родственники первый раз сказали, когда на него посмотрели, Рога растут, как они сказали. По старшим братам мы общались по WhatsApp. И он говорит у Максима, что рожки растут, что ли? И это видно и на фотографии, и на видео, и на всем. Максим стал более общительный. Он очень много говорит по-русски. Он размышляет, он не просто говорит. Когда-то раньше я пыталась там его что-то вовлечь, какое-то занятие. Она помешает, она смешает. Там это тесто. Он это делал. Сегодня он подошел сам делать. И он мне показывает, что это надо смешать. Дай ложку мне, большую ложку. Это что? Это еще? Хватит? Я говорю, вон там еще внизу хорошенько все размешан, все понимает. Сейчас подошел к экрану несколько раз, видел доктора Риму, обрадовался. Видел Давида Юцефа, обрадовался. Больше говорит, размышляет. Он там на иврите сколько всего. Выучил, что для меня речь это каша. Для него он уже конкретные слова слышит и говорит. Сейчас я проверила, он ничего не забыл. Мы сегодня слушали, он совершенно четко говорит. Номер этажа, в общем, причем в правильном роду ставит. Все как надо. Да, удачнее. Для него русский язык не так, чем в Франции. Да, потому что мы увидели, что все идет тяжело. Мы решили, что никакой речи кроме французской дома не должно быть, чтобы ребенок хоть как-то мог в школу, в садик пойти. Сейчас он говорит именно на русском. И когда слова не знает, он меня спрашивает, чтобы я ему перевела. Вот это вот как на русском. Надеюсь, в школе, конечно, не будет только русский присутствовать. Насчет еды он пытается пробовать. У нас это тяжелая проблема. Но он пытается, он уже принимает, чтобы что-то пробовал. Ну, иногда, конечно, я перебарщиваю и идет вот все назад. Но раньше, чтобы его попросить что-то попробовать, это было невозможно. Скажи про автобусы. Для многих это актуальная проблема. Да, да, да. Ну, ничего. Это все впереди. Я просто в шоке от того, что с ребенком с такими тяжелыми последствиями случилось за полторы недели. Я просто уверена, что у нас все будет хорошо. И если, дай Бог, будет возможность, мы еще раз увидимся с вами. Потому что Максим сейчас был рад всех посетить. И мы тоже рады. И все слышат в моем голосе спокойствие. Наш папа, который пессимист из пессимистов, в первый же вечер, когда мы только приехали, даже ночь, он заметил, что Максим изменился. Он говорит, как будто он повзрослел. Ну, аллилуйя. От папы это слышит, это что-то дорогого стоит. В общем, я благодарна безмерно всем профессиональнейшие люди, как Юсефа Давид, так и весь коллектив медицинский, которые все профессионалы своего дела. Просто радость, восторг и благодарность. И будем все время на связи, в контакте. Буду с благодарностью всем рассказывать и делиться. Вот так. Спасибо вам. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо всем участникам. Еще раз поблагодарю Давида, Юсефу, Ребекку. Давайте тогда будем, как говорится, продолжать работу не только удаленно, но и чтобы к вам приехали пациенты. Как можно больше. Давайте дружить домами. Да, да. Всем спасибо. Я отключаю тогда конференцию. До свидания всем. Вопросов ни у кого не возникло. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всем счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok